Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов и огородников и не только. Снова сегодня буду еще раз рассказывать о планах посадки и о расстоянии между рядками, между лунками. Потому что сколько бы об этом ни говорили, все равно находятся люди, которым надо еще и еще объяснять. Все непонятно. Я уже показывала вот этот план мой на теплицу, где по центру у меня центральная дорожка 50 сантиметров. И каждая вот эта грядка справа и слева разбита еще на две маленькие грядочки, где идут боковые дорожки по 40 сантиметров. И по краям сдвоенные ряды вот этих луночек. Кто спрашивает сколько входит при такой посадке в теплицу, вы можете посчитать, я вам сейчас расскажу. Вот у меня теплица 8 метров. Я отнимаю от 800 сантиметров 15 отступ здесь и 15 отступ в конце. 30 сантиметров отнимаете, а 7,70 делите примерно на 30-40 сантиметров шаг от лунки до лунки. Это высчитать может каждая, если у вас 6 метров, так же 30 сантиметров отнимаете, а 5,70 делите, например, на 40 сантиметров. Если вы будете шагать через 40 сантиметров, детерминатные вот такие низкорослые сорта можно садить через 30 сантиметров. Тогда вы оставшуюся эту длину делите на 30. Вот раз, два, три, четыре, пять и пошло. Много-много вопросов о том, какое все-таки расстояние между корнями в этой сдвоенной луночке. Вот смотрите, конечно, я с линейкой не бегаю, но сейчас я вам объясню, как вы можете сами узнать. Вот у меня трехметровая теплица, например. Я про теплицу сейчас рассказываю, про огородный грунт, ну, про открытый грунт потом расскажу. Отнимаю от этой ширины от всей 50 сантиметров. Значит, у меня получается, что эта грядка 2,50. Вся территория 2,50. Эту территорию 2,50 мы делим еще на две. Вот на эту и на эту. Получается метр двадцать. И если от метра двадцать отнимем еще вот 40 сантиметров, у нас получится 80 сантиметров. Значит, 40 сантиметров каждый вот этот вот рядок. Все, я протоптала. Эта дорожка у меня всегда, она постоянная. А это вскапываем все сплошь. Вот здесь протопчу я свою дорожечку 40 сантиметров. Два раза пройду туда-сюда. Все, у меня остается 40 сантиметровая вот такая небольшая вспаханная гряда. Я не меряю никакое расстояние. Ну, вот так, у меня всего 40 сантиметров. Посредине раз руками разгребаю эллипсом вот так вот продолговатую. И вот насколько позволяет вот эта вот луночка, тогда вставляю сюда два корешка. Как получается, какое примерно расстояние? Если я высаживаю в стаканах, вот в больших стаканах полкилограммовых, вы понимаете, что для того, чтобы два стакана сюда вместить, это вот от корня до края стакана 5 сантиметров, еще 5 сантиметров, значит, это расстояние уже больше 10 сантиметров. Еще между ними немного надо расстояние, чтобы вставить кол. Я не меряю, но вы примерно должны знать, что эти два корешка нужно высадить так, чтобы между ними, не повредив корневую систему, можно было вставить колышек. Вот я вставляю колышек, но значит, у меня здесь примерно 15 сантиметров. В теплице это очень все компактно, потому что им тут дано вот это расстояние, и все, больше никуда не размахнешься. Другое дело в открытом грунте. В открытом грунте я не делаю так, что вот мне нужно сюда два ряда. Я сначала сделаю лунки, потом немножко от них отступлю, пройдет дорожка, потом делаю свободно еще одни лунки. Там вот эти дорожки, не 40 сантиметров, конечно, а чуть пошире. Про теплицу. Вот я рассказала, как вот это расстояние, потому что все спрашивают, какое расстояние между корешками, какое расстояние между корешками. Это каждый решает сам. Вот как вам позволит эта территория. Вот у вас осталась такая дорожка. Если у вас не 40, а 35 сантиметров, можно их чуть сдвинуть, можно их чуть раздвинуть в ширину шире. Главное, если вы не кол вставляете, например, а на шпалеру, то вообще не важно, какое здесь расстояние. Посадили два корня произвольно. Сложнее высчитывать, вот про количество я, я рассказала вам, как можно посчитать, сколько у вас уйдет сюда томатов. Например, между детерминантными низкорослыми 30-40 позволено. Они позволяют так густо. Вот эта часть, которую я еще не разлиновала, тут у меня будет высокорослый, например, какой-нибудь король гигантов или оранжевый гигант. Они уже на такое близкое расстояние не позволяют себя садить, высаживать. Им надо 50-70. Значит, здесь, также 15 сантиметров здесь, 15 сантиметров в конце отступаете. Вот у меня 8 метров. Вот 7 метров. Отнимаю 30 сантиметров. Получается 7,70. Если я посажу через 70 сантиметров, значит, у меня там будет всего 10 вот таких. Раз, два, три. Всего 10. Если здесь получается у меня примерно 16, то там получится 10. Поэтому, когда задают вопрос, какое количество можно высадить, например, в теплицу 3 на 8. Вы поняли вот из моего рассказа, что если вы высаживаете один сорт, получается одно количество. Если все будут высокорослые, получается другое количество. Если смешанное, два ряда таких, два ряда таких, получается третье количество. Если вы будете через 30 сантиметров, получается другое количество. Если будете через 40, это все меняется. Это все индивидуально. Вот как вы решите, у вас столько и будет. Решите посадить 80 корней всего в теплицу, значит, будет расти там 80. Вот у меня в том году было 140. И 140 помещаются, тоже прекрасно растут. Сложнее у тех, вот у меня женщина вчера одна попросила, девушка, сложнее у тех высчитать, вот у меня просят, когда две дорожки и три гряды. Вот я вчера считала ей, получается, что одна из трех, каждая из трех, по 80 сантиметров. Если вот центральные сдвоенные лунки посадить, ну так же можно, вот как у меня, как у меня, так и здесь. У нее получается, вот как, вот у меня 40, одна штучка такая, гряда, ну как этот рядок. И у нее получается, вот это 40, и это 40. У нее получилось, как будто две сдвоенных. Она с этой стороны подойдет, этих обработает, по этой дорожке подойдет, этих обработает. Но проблема в том, что сложно будет обрабатывать вот эти гряды 80 сантиметров. Это большое расстояние. Рукой сложно будет дотянуться, вот до этих. Если здесь будет одна, сдвоенная два, еще здесь два, получится, что четыре томата будет. И руку вот сюда, вот например, для чего-то там, для посынкования, для обрезки листьев, ну как сами понимаете, тяжело дотянуться, вот до тех, до крайних, даже полоть. Я не знаю, как садят вот здесь, вот они или в рядок, или как-то. У меня, видите, у меня как удобно получается. Я и к этим могу подойти, и к этим. Центральная дорожка, опять же, и с этой стороны могу подойти. Но вот со всех, с двух сторон, у меня, а те, которые у стеночки, тут же всего в один ряд, и 40 сантиметров свободно, и прополка, и рыхление все проходит. Я вот женщине ответила, что центральный ряд-то будет идеальный, но обработка крайних рядов, справа и слева, будет проблемантично. Я никогда не садила вот такими тремя полосами, поэтому мне как удобнее вот так вот, у меня четыре, тут две, и тут две, и каждый подход. Все, я не знаю, кто понял, кто не понял, мои вот эти чертежи, каракульки, но я объяснила, что какое расстояние, вот на вопрос ответила, высаживаете так, ну вот как вам позволяет, ну 15 сантиметров, это минимум, ну так как, да, 12-15, наверное так, потому что я два стакана высаживаю, у меня закрытая корневая система, ну в чем-нибудь, в посуде обязательно, я два стакана высаживаю, между ними ставлю колышек, все, если они у вас открытые, корневая система, пожалуйста, можно и ближе, главное, чтобы корни вот эти не повредить, когда вот я кол вставляю, если кол не вставляете, можно вообще, не знаю, может быть, даже можно их парно садить, сразу обе вместе, обе вместе не пробовала, у меня всегда здесь колышек, так, рассказала, какое расстояние, рассказала, как посчитать, сколько будет, и главное, донести до вас хочу, что количество, у каждого будет разное, смотря вы как посадить, я вот нынче буду, я уже высчитала, буду через 40 сантиметров садить, эти через 40, а те через 50, через 55, но в зависимости от сортов, вместимость разное количество, если сорта детерминатные, низкорослые, компактные, которые позволяют загущенную посадку, можно посадить до 150 кустов, инденты этого не потерпят, они будут вытягиваться, их надо пореже, все, до свидания, с вами была Ольга Чернова и моя огородная азбука, Продолжение следует...